Сегодня среда, а это значит, что мы раз в две недели с Борисом Саевичем Юровским разговариваем на разные темы, в основном экономически. Здравствуйте, Борис Саевич. Добрый день, Дмитрий. Да, здравствуйте. Добрый день, шановна Панского, леди и джентльмены, дамы и господа. Товарищи, если товарищи нас смотрят, им тоже добрый вечер. Ну, вряд ли товарищи к нам забегают. Попадаются, попадаются и товарищи. Которые нам совсем не товарищи. Ну, тем не менее, кто бы там ни смотрел, будем сегодня говорить на разные темы. И начнем мы, наверное, с товарища... Я у вас на канале видел, что вы сделали уже одно видео по поводу Густава Лебона. Да, я даже несколько сделал. Да, и его книги. «Психология народов и маск», которая называется. Вообще интересная история с этой книгой, потому что она на русском языке издается в разных версиях. Иногда издается сразу две книги «Народов и маск», иногда отдельно, иногда «Психология толпы». У меня издание «Социум», там две книги «Психология толпы» и «Психология народов». Да, и «Психология народов», она... Ну, «Психология толпы», там тоже разные переводы есть. Там есть «Психология масса», а есть «Психология толпы». Ну, вообще... Там проблемы, да, бесспорно, нужно, конечно... Ну, что делать? Люди тоже учатся. Переводить трудно. Да, книги больше ста лет, но, тем не менее, она, как ни странно, не потеряла свою актуальность. Ну, и плюс ко всему, она все-таки это любимая книга очень многих людей. От Сталина и Троцкого, Ленина, которые ее очень любили. Ну, нет, конечно, доставил их сведения, читали они или нет, но, скорее всего, читали. Ну, уже не говоря о людях, которые занимаются профессионально манипуляцией, воздействием на людей, у которых профессия называется по-разному. Ну, вообще, вся история человечества, она же история того, как манипулировать людьми, как большие массы людей заставляют бежать в ту сторону, в которую тебе нравится, а никуда они сами хотят бежать. Поэтому вот большая проблема прогрессистов, прогрессоров, которым очень нравится загонять большие массы народа в нужную сторону. Иногда у них это получается, но, правда, заканчивается не очень хорошо традиционно, но, тем не менее, такие попытки постоянно происходят. Поэтому и книга-то любимая. Ну, и с древних времен всегда у правителя, у вождя племени был шаман, который занимался идеологической обработкой подчиненных, рассказывал, что вот почему нужно иметь именно этого вождя, а никакого другого. Ну, а потом этот шаман стал священником, потом он стал политруком, зам политической воспитательной части, первым секретарем ЦК по идеологической работе, а некоторые даже стали потом президентами в должности секретаря по идеологической работе. Но это, кстати, редкость. В основном люди, которые занимаются манипулированием другими, стараются держаться, если не в тени, то, по крайней мере, на вторых рядах, ну, ролях, чтобы их не было особо видно. Кстати, и как вам книга, собственно, Либона? Что вы из нее почерпнули интересного, с чем можете с нами поделиться? Ну, я не знаю, что там, как бы, Ленин со Сталиным читали. Либон – это, как бы сказать, для того времени самый главный антисоциалист и антиэголитарист. Поэтому его наблюдение за людьми, принадлежащим к разным народам и расам, тут у переводчика, конечно, проблемы, и это нам создает проблему. В одном случае перевели раса, в другом случае нация, в третьем, значит, народ. Как он там писал, на самом деле, это нужно тоже в совершенстве владеть. Как бы он на французском надо полагать. Сложно понять. Но для нас важно не название, а важен смысл. Он очень хорошо подметил, что люди неравны. Неравны они от своей природы. И люди, то есть, когда мы говорим о расах, в общем-то говоря, и о народах тоже, они делятся не только по анатомическим, как бы, признакам, а анатомические признаки, как бы, у большинства людей на лице прямо их спрятать. Довольно трудно, да. И обычно и не прячут. Но главное по характеру, по психологическим своим особенностям. Психологические особенности из двух, как бы, делятся категории. С одной стороны, это ум или по-другому разум, мы говорим. Может быть, это более правильный в данном случае перевод. А третье, это характер. И успеха добиваются не те, которые самые умные, а те, у которых наиболее сильный характер. Вот он анализируется. Характером очень хорошо, как бы, показывает европейская раса. Вот, она не только достаточно разумна и умна, потому что тут отрицать бесполезно, потому что в основном все открытия научные в сфере культуры, искусства и так далее. Это в основном все европейская раса. Тут ничего не сделаешь. Тут разные народы туда входят. Там это уже, другая делая. Вот. Но главное, это характер. А характер тоже там разный. Он-то выделяет четыре группы таких. Особенно много говорили о англосаксах, о французах, испанцах, итальянцах. А славянах меньше значительно. А славяне тоже разные. И вот это нам дает возможность понять, что равенства не существует. Я что-то не углубляться сейчас в дебри социальной психологии. Что само по себе крайне интересно. И я убежден, что это нужно знать не только тем, кто собирается людей обманывать или манипулировать. Кто хочет честно себя вести. Он тоже должен понимать, что есть люди, которые определенные идеи воспринять просто не могут в силу ряда обстоятельств. Если это, допустим, раса такая, как он выражается, низшая. Хотя низшая, это, в общем-то говоря, тоже перевод низшим вроде как бы унизительный. Это просто говорит о том, что эти люди не достигли больших успехов в культуре, в науке и так далее. Но жители, допустим, Крайнего Севера, они обладают такими уникальными способностями, что я не знаю, как бы ни один там Эйнштейн, понимаете, сразу бы пропал, попади туда хотя бы там на два-три часа. А они это умеют. То есть каждый умеет свое. И великий ученый, он ничем не лучше, допустим, прекрасного слуги. Ну что такое ученый, если у него слуги нет, он самому себя надо обслуживать, а если слуга плохой. Вот куда у него вся энергия идет. Поэтому люди разные. И ничего тут такого особенного нет. Это когда пытаются людей, как бы определенной расы, определенного народа тянуть куда-то, еще вдобавок им рассказывают, что все равны, и вы ничем не хуже, допустим, известному народу ничем не хуже англосаксов. Они начинают с ними соревноваться, кончается это как бы плохо. Не для англосаксов. Англосаксы никогда, их никто не завоевывал. Они, в конце концов, всегда выходили как бы победителями. Поэтому задача была поставлена размывать этот народ, чтобы в Соединенных Штатах Америки достигли колоссального успеха с моим, как бы, аболиционизмом и прочими, прочими, как бы, делами. Поэтому для меня очень важно смотреть, почему сейчас идеи социализма побеждают. А основой идеи социализма являются идеи эколитаризма, то есть равенства, всеобщего равенства. Поэтому, как говорят, как бы, следователи, поймем там, как бы, суть-то, да, мы бы преступления раскроем. Социализм победим, когда победим эголитаризм. То есть, как конец, поймем, что люди разные, ничего в этом, как бы, и слово высшие, это как высшая лига в футболе. Ну, кто-то высшей лиги в футбол играет, кто-то, как бы, там, третьей лиги играет, кто-то, вообще, мяч гоняет по вечерам, да, кто-то просто смотрит. Ну, так что, если он смотрит, он, что ли, хуже, допустим, я знаю великого футболиста Пыле, да, не произойдет нам. По моему, конечно, и современной, вряд ли, кто-то мог достичь его уровень. Ну, так что, значит, что хуже, что ли, чем Пыле? Не хуже, вот, но в футболе он, как бы, мастера рыбы, может, он плохо ловил, я не знаю, может, задачи не умел решать математически, вполне возможно. Горинча точно не умел, как бы, современный. То есть, тоже, как бы, в моем детстве, ну, все восхищались, мы, мальчишки, прежде всего Горинча, финт Горинча, это было у нас вообще. Ну, это, так сказать, то, чему труды Либона бесценны. Это вот с одной стороны, а психология толпы, это просто нам объясняет и, как бы, забивает осиновый кол во все идеи, как бы, выборов. Он, как только люди собрались вместе или в виртуальном пространстве, это толпа, толпа. И он очень хорошо описал, какие у этой толпы есть, как бы, особенности. Вот, какие идеи она, что называется, клюет и как ее вести. Ну, кто хочет обманывать людей, это ему тоже полезно. Ну, как законы физики, допустим, можно атомную бомбу сделать, а можно сделать, как бы, атомную электростанцию. Это уже, в общем, состоит. Супруги Кюриш не виноваты, что открытие идеи радиоактивности использовали потом по-разному, да. Вот, так что, вот, как бы, таким образом, я думаю, что чрезвычайно ценные книги, поэтому советую всем людям, которые интересуются идеями свободы и удивляются, почему эти идеи свободы так плохо заходят. Вот, обязательно эти книги почитать. Что-то там, не то, что устарело. Говорят, он устарел, мы же, в конце буквально 19-го века, вот, ту книгу, которую мы назвали, была. Но он-то дожил до 1930-го года, или 31-го, если я не ошибаюсь. То есть он, как я понимаю, во всяком случае, уже знал и Гитлера, и, конечно, знал он всех этих советских деятелей. В этой книге об этом нет, наверное. Раньше было написано. Но какие-то, как бы, там, может быть, вот фактаж какой-то, но надо его подновить. Но он, не знаю, применимо ли тут выражение, как бы, гений, на то, что это очень глубокий исследователь и прекрасный стилист, потому что я люблю очень его ацетировать, но просто здорово говорить, лучше сказать невозможно. Поэтому очень всем рекомендую, тогда, может быть, будет понятно, какие идеи, когда надо распространять, кому им надо говорить. Вот мы много говорим о безгосударственном обществе, но вот возьмем народы севера, да, низшие расы. То есть они безгосударственные общества. У них денег нет, но товарный обмен натуральный идет. Ну и что? Так что тут вот надо многие особенности учитывать. Нельзя считать, что вот эти вот, как бы, идеи, они все одинаково всем могут быть применены. Разные все. Как бы, это, что касается нашей тематики. Ну, а там политики, понятно, они найдут, они Макеавелли там читают, они кого угодно прочтут. Фрейда там. Это вообще, как бы, такой еще специалист. Изучаем. Это очень полезно, мы считаем. Ну, у любого нашего... Акционистическая тематика. То есть я более обос... То есть понятно, что наши вот те люди, которых сейчас все, как бы, видят, но тут еще не всех. Бомбаверх написал замечательную книгу с критикой марксизма отдельную. Так, понятно, что и Мизицы, и Таек. Вот. Они смотрели, как бы, экономисты. Он смотрел на эту проблему немножко с другой стороны. С другой стороны, как бы, человеческой психологии. Причем не вот той психологии, что там психиологи, психиатры. А социальной. Он изучал среди разных народов, жив очень хорошо и знал. Вот. Славян, я понимаю, меньше знал. А потому о них он мало пишет. А и индусов, и европейские народы, и африканские очень хорошо знают. Ну, тем не менее, в Карпатах он был в экспедиции, но непродолжительное время. Поэтому, видимо, не хватило времени на исследования. Ну, там, да, еще была такая крутая Европа, Австрия. Да, в австро-венгерской части Карпата. Но у Либона есть же еще одна книжка, называется «Психология социализма», где он вообще доказывает, что социализм в принципе невозможен, потому что люди устроили. Да, он как бы, да, все концентрировано уже вот эти вот идеи. Он их концентрировано сказал и говорил о том, что социалистические идеи он, как бы сказать, как прогнозист великолепно казался. Он сказал, да, захватят мир, да, принесут неисчислимые бедствия. Ну, своим языком, говорю, красивее, конечно, выражался намного. Вот. Абсолютно прав показал, что вот такие идеи очень заразны. Вот. Вообще вот это вот, сейчас говорят, вирусное, да? Тогда говорили заразное. Идея, вот она захватывает очень многие народы, те, которые вот склонны к коллективистским идеям и к идеям, что есть какая-то сила, которая должна управлять. Ну, больше он сам француз, либо он, и больше всего он, как бы, французов за это, ну, можно сказать, и упрекал. И говорил, что англичан не пройдет, даже если там социалисты будут, какие-то там институты не были, все равно англичанин будет на первом месте всегда считать себя, свою семью и так далее. И кого-то мы не поставим. То есть не институты главное. Вот это тоже очень важная идея. То есть наши, как говорится, основатели институционализма с экономической точки зрения здорово как бы покритиковали. А он, с другой стороны, ну, по-моему, не просто близкие идеи, вот, потому что мы называем австрийской школой. Вот. И буквально дополнение. Я мечтал бы, чтобы появился какой-то вот труд о человеческой деятельности, где вот эти вопросы тоже были бы исследованы. Я сейчас вот взялся за очень тяжелую для меня работу. Где-то тут у меня книжка, это лежит последний труд Мизис там. Нет, это не этот. Методика истории. Он говорит о дуализме. Об экономической истории должен быть дуализм. То есть он говорит, что мы... Он обходит в вопросы вот как бы многие мироводренческие, религиозные тем, что он говорит, что мы не знаем, как эти обстоятельства влияют на мысли. То есть мы это в смысле экономисты. А советители других, наук или других, я бы сказал, отраслей знания, может быть, с моей точки зрения психологии, это не наука, как и история этого отрасля знания, бесспорно. То вот они должны в это дело вникать. Если политический философ или идеолог претендует на то, что он хочет, чтобы его идеи были восприняты и реализованы, то ему, конечно, надо знать и методику анализа Мизиса, гениальный, никто ничего не написал. И, конечно, вот тех, кто занимается человеческой деятельностью со стороны вот того, что называл Ливон, психология народов, масс, психология определенных идей, почему психология социализма из книги. То есть я на наш вот такой разговор, я рассматриваю как, ну, не реклама, а как бы такой совет добрый. Вот нашим слушателям с этими работами ознакомиться. Я у себя как смог вот об этом говорил. Еще сделаю несколько видео. Но, конечно, все равно очень желательно прочитать, продумать, и тогда лучше будет понятно, что же у нас в мире-то происходит и куда оно все, извините за вооружение, катится. Да, и Ливон при жизни очень не любили, называли его расистом, правым, вешали всяческие ярлыки на него и не приглашали в приличное общество. В общем, как, кстати, большинство людей правых взглядов как-то считают, не любят правых, не любят индивидуалистов. Ну, нас тоже никуда особо не зовут. Ну, да. Это такая параллель. Неявная. У него очень красивые цитаты, которые дают возможность понять вообще очень многое. Например, что истинная тирания может быть только такая, которая бессознательно действует на души, так как с ней нельзя бороться. И когда я говорил о Сталине Ленина, то история создания нового человека, она же была на этом и построена. То есть, много было взято идей, которые, не знаю, опять же, нет данных, читали ли Лебона, Ленин и Троцкий. Ну, я думаю, Троцкий читал, создавая, будучи гениальным пропагандистом, человеком, который сносил голову людям. И в буквальном смысле и Троцкий и Сталин, как бы я думаю, что еще настоящих исследователей этих ребят, еще мы с ними не встретились, еще они появятся. Но ясно одно, они были люди талантливые, малообразованные, поэтому что им попадалось под руку, они вот это читали, сразу в это, то, что называется, уверовали, даже, может, лучше сказать, влюблялись, да, и выдергивали оттуда что-то, и вот потом как бы тащили. Точно так же, как вот и идея Маркса, поэтому, вот, был ли Сталин марксистом? Ну, был, но вместе с тем, как советский анекдот был такой, Чукча Пушкина не читал, Чукча Пушкина ничего не брал, вот, поэтому так вот, я не знаю, что он там читал, книги у него стояли, но судя по его, как бы, и рассуждениям, и действиям, он тоже был достаточно далек, даже от того, что говорил Маркс, поэтому, это все очень интересные, интересные ребята, но политик есть политик, чем мы от него, ну, как бы, просто потому, что интересная историческая личность, а Либон, Мизис, Хаек, пожалуйста, это же ученые большие, да, это же понятно, поэтому и клад бесценен, и еще пройдет много-много лет, а вот эти вот все идеи будут, конечно, очень ценны, а политики приходят, и уходят за злодеи, или не очень злодеи, мы их интересуемся просто, потому что это жизнь наша, а так, чему можно у них научиться, я не знаю, просто уходят. Ну, там же проблема в том, что обычно они закачивали три-четыре класса в школе, а потом уходили в революцию, либо грабить банки, или занимающим другим, но классическое образование, например, в гимназиях в Российской империи было достаточно серьезное, они успевали узнать что-нибудь об Аристотеле и Платоне, выдернуть оттуда что-то, оно у них оседало, и потом все остальное ложилось радостно, а дальше уже, а что развивать, уже все есть, вот то, что в детстве, ну, это же, и опять же, у Либона о том, что, то, что оно сформировалось уже в начале, в детстве, там, потом уже оно же не развивается, ну, просто используется то, что есть, вот оно так, вперед и понеслось, но с другой стороны, есть же специалисты, с другой стороны, те, кто занимается бихевиористикой, те, кто занимается политтехнологией, пропагандой, продвижением, Да, да, то есть, как бы, это, это именно технология, вот, в чем отличается, как бы, наука от инженерии, наука открывает какие-то фундаментальные вещи, инженер, он может даже глубоко и не знать науку, но он обладает определенным мышлением, как вот технологически все это сделать, также и в политике, может, он и политтехнолог этот, и Либона и не читал, или там где-то, ему в университете рассказывали, но он талантливый, технолог талантливый, ну, как сказать, обманщик, сколько есть жуликов, которые вообще ни одной книжки не прочли, но у них получается, вот, нас же интересуют просто другие проблемы, поскольку, вот, в этом, вот, еще раз, может, кто-то слушает, и люди все-таки появятся талантливые, возьмутся за то, чтобы продолжить именно дело Мизи, человеческая деятельность, этот трактат, в моем представлении, он должен состоять, я знаю, там, может быть, из десяти, а может быть, из ста томов, вот, где нужно, вот, многие вот эти вот элементы подробнейшим образом расписывать, но главное, что действует человек, но откуда берутся мысли человека, вот об этом и говорит Мизи, он говорит, мы сейчас пока этот вопрос, как бы, отдельно рассмотрим, у нас дуализм понимает, что это есть, вот, и поэтому представители разных наук должны здесь тоже участвовать, поэтому, наверное, проксиология, как наука, она наиболее широкая, и когда мы определяем предмет экономики, я вот тоже, сейчас буду пытаться, как бы, на этот счет сделать пару таких, вот, бесед, лекции, задают вопрос, а почему, мол, там австрийская школа истина, другие, как бы, не истины, я говорю, австрийская школа, это просто, как бы, такое название, есть экономическая наука, и вот эту науку, к сожалению, к великому, развивало очень-очень мало людей, ну, вначале, там, англичане пытались, там, Адам Смит, как бы, что ж, он был философ, вообще-то говоря, какие-то камни определенные заложил туда, понятно, что, Карл Менгер, да, и потом Гамбауэрк, но когда Мизис, он именно сделал это, как трактат, то есть, это глубочайшее исследование всех вопросов, обратил внимание, что мы-то, что мы изучать должна наука, человеческую деятельность, другое дело, что эта деятельность может в разных сферах осуществляться, сферах, связанных с производством, обменом и так далее, там, где обмен, там, каталактика, как бы, раздел, но есть очень много других сфер, которые никак не связаны с, как бы, с обменом, с производством, с получением услуг, вот, этим не должна заниматься экономика, как бы, как проксиология должна, экономика, наверное, более узкая, но вот этим тоже надо заниматься, потому что я взял, почитать еще раз, думаю, почитаю-ка я внимательно экономикс, да, как они определяют пункт, я понимаю, студентов, когда учат, там, по экономиксе, или те, которые переписали с экономикс, вот, как там в Украине книжки, да, ну, что это, переписали, и половину не поняли, даже, что в экономиксе, ну, ну, как экономикс определяет предмет экономической науки, это же ужас, и человек, он представляет какого-то эгоистического субъекта, который только и думает, как побольше корости, или, как говорят, максимизировать полезность, не так человек совершенно ведет себя, совершенно не так, мы не знаем его шкалы ценностей, главное, что у него есть цель, цели постоянно меняются, и человек это не калькулятор по выбору средств для достижения цели, и никто так себя не ведет, даже самый такой вот скрупулезный бизнесмен, который все там считает, просчитывает, и он не так себя ведет, поэтому альтернативная стоимость интересный, конечно, момент, но человек себя ведет все равно, как бы, вот, иначе, вот, этим надо продолжать и продолжать заниматься, это наука, ну, люди не хотят заниматься, потому что экономик, что это приемчики, приемчики нужны кому? Государству, либо вы государству предложите, вам за это заплатят, либо вы обоснуете то, что они и без вас уже хорошо знают, кто же за это платят, экономическую науку никто не платит, приходится, как бы, вот, заниматься самим, свободно от добывания денег, в условиях эстетизма времени, вот, а дальше от экономики, от экономической теории, опять, вот, у нас такой вот разговор, теоретический пошел, очень легко и приятно уйти в сферу политической философии, даже не политической философии, а идеологии, я сказал, вот, у нас вот идеология, вот, будем, давайте спорить, как мы тут вот, либерализм, важный вопрос, важный, но чтобы это все было, действительно, обоснованно, наукой же надо заниматься, да, вот, как, Ньютон открыл, три закона, четыре, ну, как, сформулировал, и дальше, пожалуйста, вот, они всегда будут, сколько лет не пройдет, в другой сфере, там, другие законы, ЗАОМ открыл, в электротехнике, на этом законе тоже все построено, и дальше, вот, такими вещами надо заниматься, но их надо подробно потом расписывать, потому что из одного первого закона, Ньютона, там, огромное количество следствий идет, и также, вот, из всех законов, которые про ксиологию сформулировал Мизис, да, вот, что нельзя две цели одновременно достичь, и нельзя ставить такие цели, которые ведут к разрешению общественного порядка, а тут мы тянем дальше, а что это за порядок такой, по поводу порядков, там, Хаек написал много разных умных тоже книг, так вот, это надо все формулировать, вот, вы вот вспомнили, как бы, религиозные вопросы, ну, вот, если, мы толковали святое описание, так, Талмуд, я не знаю, их два вида, Талмуда, Вавилонский и Самый Розалинский, там, я не знаю точно, когда посмотришь только на количество этих томов, там сотни книг, то есть, сиологи этим занимались очень, как бы, глубоко, вот, а тут наука, надо бы хоть чуть-чуть копнуть, вот, ну, людей заносят, вот, идеологию, что, может, и неплохо, но, к сожалению, вот, не дает результатов, потому, что не проработаны научные вопросы, я думаю, что вот этим надо заниматься, да, время меняется, и времена Либона ушли, и мы видим, как бы, некоторые другие факты, вот, почему, вот тоже вопрос, Мизис говорит, априорная, да, наука, что, экономик говорит, нет, давайте вот фактор, мы увидели какой-то фактор, вот, у нас произошел курс доллара, вырос, или упал, вот, давайте этим фактором, теперь будем заниматься, вот, прогнозы строить, ну, это интересно, поэтому, понятно, если покупать или не покупать доллар, продавать или нет, вот, а наука, должна немножко другими вопросами, заниматься, а дальше должны быть, конечно, экономисты практики, хорошо, когда человек, разбирающийся в теории, он хоть чуть-чуть практик, потому что иначе он, очень легко оторваться, как бы, от действительности, строит схемы умозрительные, поэтому, изучаем Либона, занимаемся экономической теорией, вот, смотрим, что делали, как бы, коллеги, вот, Кеннис хороший экономист, прекрасный экономист, теоретик, он с моей точки зрения нет, он теоретически никакого вклада не внес, вот, а Коламбата, допустим, внес, по-моему, внес, то есть, как бы, есть много моментов, и кто-то хоть чуть-чуть сделал, Нобелевский лауреат Сиглец, вот, который я с ним хочу, как бы, разобраться, как следует, сторонник борьбы с неравенством, вот, Нобелевский лауреат, вот, а как книжки пишут, журналистика сплошная, то есть, да, очень красиво, очень все описывает, эта наука где, где какие-то выявленные закономерности, вообще, что ты изучаешь, просто вот смотришь, так, тоже в советское время был такой анекдон, на чуб, все же вижу, а там поют, да, вот, едет он, тоже неплохо, но это, как бы, низшие расы, а нам надо на высшую лигу переходить, глубже копать, и тогда будет не просто спор, вот, а именно обсуждение единомышленников, чтобы вот какой-то вопрос, вот, как говорил классик, углубить, да, и расширить, да, и расширить, шире сделать его, да, поэтому без чем заниматься, куда ни возьми, с самого вот начала человеческой деятельности, формулировки ее законов, вот, столкования этих законов, это, а без этого получается, мы только какие-то вот факты, выдергиваем, и вот, и будет кризис, или не будет кризис, это будет, я и так знаю, что будет, вот, но меня в данном случае, вот, и интересует, как вот себя люди ведут, ведь государственные чиновники, они тоже ведут себя, в соответствии с законами, проксиологии, кстати говоря, вот экономикс, он говорит, что мы изучаем поведение индивидуумов, это они понимают, но мы изучаем, и поведение учреждений, я говорю, как это вы поведение учреждений изучаете, да, поведение учреждений, что себя как-то ведут, вот, с точки зрения ведут, вот они, но действительно появились многие моменты, которые не были во времена наших классиков, это вот эти вот корпорации, огромные просто, вот, что вообще это такое, и как там строятся вопросы собственности, да, вот эти взаимоотношения, там есть теоретический вопрос, есть же чисто практический, который в юридическую плоскость уходит, потому что это же надо как-то записать, как-то потом определиться, как-то формулировать, есть с чем и юристом позаниматься, они тоже тут как бы далеко уходить не должны, у меня слава богу есть опыт юридический, работы немаленькие, поэтому я на многие вещи смотрю, так как бы рассуждать-то можно, но встанет вопрос, что мне потом нужно либо с партнером спорить, либо с кем-то другим, потом как-то договариваться, значит я должен же это все, и хоть позитивное право, то есть придуманное государством, употребляемое слово неправильное, но как я могу его не знать, я должен его знать, как я могу не знать Кейнса, или не знать экономикса, я должен знать, и увидеть, что такое экономика, это технология, политтехнология, это как эконом-технология, как бы тут вот так вот придумать, чтобы таргетировать инфляцию, как они выражаются, или еще что-нибудь, то есть они ставят вот такие вот, или как минимизировать безработицу, то есть, а кто вам сказал, что нужно минимизировать, что это вообще такое, где природа этого явления, но их же это особенно не интересует, как и вопрос цены, допустим, закон спроса и предложения, вот и все, нарисовали кривые, и все, красиво, красиво, иллюстрация прекрасная, но на самом деле, где вы видели в жизни, кто эти кривые может построить, их невозможно построить, совершенно невозможно, и раньше-то нельзя было построить, и сегодня, когда столько товаров, субститутов, вот ты пройдешь, одной, как бы, извините, этой самой пинки для бритья, там 20 видов стоит, и все по разным ценам, технолог, маркетолог, да, он там говорит, что вот мы себя позиционируем, у нас самое дорогое, почему, вот так мы, а он говорит, а у нас самое дешевое, очень хорошо, экономисту надо посмотреть, а в результате, вы тут какую-то прибыль имеете, а как переменные расходы, как постоянно, это все практики, это важно понимать, но нам надо смотреть, вопрос, как бы, теоретически, каким образом же, вот эти цены, образуются, точно так же, как налоги влияют на цены, да, во времена классиков, таких безумных налогов не было, да, потом Ротборд написал эту книгу, «Власть и рынок», где он, вот, как-то формулировал, ну, в моем представлении, там тоже надо, очень много, как говорится, дорабатывать, потому что Мюлли Ротборд был человек, экспансивный, очень, так сказать, писучий, в хорошем смысле, написал страшное количество, как бы, книг, вот, Мизисто, у него считается, как бы, три основных труда, да, ну, есть там, Ротборд-то их огромное количество, и из-за этого у него во многих вот книгах видно, что человек как бы в спешке делал, и в некоторые моменты не учил, ничего страшного, вот, надо просто эти вопросы продолжать, но он, наверное, один из немногих, вот, кто пытался вот научно-экономическим методом разобраться, как это вот все происходит, да, вот, ну, вот, и есть, допустим, там у меня немножко другое представление об этом, но он колоссальную работу проделал, вот этим надо продолжать заниматься, потому что, да, налоги плохо, но они же есть, робы, а Мюрлер Ротборд, основатель, по большому счету, да, либертарианские идеи, ничего не стеснялся, налогами занимался, Чуков, и не только, кстати говоря, ими, вот, так что, наверное, вот научимся у классиков, вот, и глубже, и глубже, и шире, да, тогда ждем вопросы, что будут ставиться, вот, лучше серьезные, потому что, такие, практически, вот, какая будет цена на бензин, это, наверное, в другом месте, но, мы можем только, как бы общий прогноз составить. Но, тут вообще, к Нобелевским премиям масса вопросов, потому что, если проанализировать Нобелевских лауреатов разных лет, мы-то обнаружим массу интересных персонажей, не только в экономике, но в экономике, там вообще их целая куча, особенно в последних лет, Нобелевские лауреаты, которые, в общем-то, и к науке, никакой вообще отношения не имеют. экономистам дают эти премии, эти люди. Ну, дело в том, что нет же у нас Нобелевской премии, допустим, там, по социологии, да, а им обидно, ведь тоже хотим, ну, им, ладно, дали по экономике. Вот поведенческая экономика там всякое попридумывали. Вот поэтому, так сказать, технологически это интересно, не спорю, как вот инженер там какое-то решение придумал, да, вот новое техническое решение, что называется, изобретение. Честно и интересно, есть тут наука, нет тут науки. Ну, поведенческая экономика изначально, это же наука, не наука, это технология о том, как продавать больше, как заставлять людей и покупать то, что необходимо. Я тут, я всю жизнь практически этим занимаюсь, занимаюсь этим пламой, пиаром. Бизнесмена-то не интересует экономическая теория, экономическая наука. Его интересует именно маркетинг, его может интересовать система, если он, как бы, более-менее грамотный человек, расчета, затрат, правильный, да, есть такой вопрос, потому что у нас кричат прибыль, прибыль, себестоимость, себестоимость. Попробуйте что-нибудь посчитайте в этом дифференцированном времени. Тут много вопросов, интересных, это экономические вопросы, да, вне всякого сомнения, но это не наука, тоже важный вопрос, важный. Вот отрасль знания наукой не являющаяся. Вот в Советском Союзе давали кандидатов наук по любым вопросам, но надо было людям как-то зарплату повысить. Кандидат наук, я тоже кандидат наук в Советское время. Ну, сейчас в Украине дают доктора кандидата на педагогических наук, то есть у нас тут есть... Даже педагогические науки появились, да. Да, так как большинство политиков наших депутатов, они же... Педагогические науки появились? Это ж известная фраза, я вам завидую, вы занимаетесь тем, чего не существует. Это ж совершенно замечательная штука. И тут у нас возникает вопрос, на самом деле, как различить науку и не науку, потому что масса есть вещей, которые считаются наукой, но мы их наукой не считаем. Вот где... Какой критерий? Картфор там формулировал эти как бы признаки, вот я думаю, что это в основном было сделано правильно, но мы говорим о том, что это открытие каких-то законов фундаментальных. Мы говорим о том, что эти законы повторяются, они в любом случае как бы действуют. Опять народы разные, у разного народа могут быть разные возможности, но все равно проксиология, как наука о человеческой деятельности, она применена к любому, даже к Калиуту, к Эскимосу, который никогда дальше в своей агеранге никуда не выходил, но все равно действует таким образом. Недаром начинает все с Робинзона Круза, да? Так что, вот, так что, оно везде применимо, даже если нету обмена, то все равно, то есть, нету каталактики, но человеческая деятельность, то есть, то, что проксиология, все равно же как бы есть. Вот, если мы не понимаем вот эти вещи, мы опять выходим только вот опыт построения разных кривых, и вот думаю, вот смотри, когда вот рос-рос, теперь падает, стало, ага, очень интересно, дальше вот он будет падать или не будет, а посмотрим прошлый период, построим регрессионную модель, и так будем прогнозировать. Это не наука, хотя это для практиков интересно, поэтому вопрос состоит там, а для чего нужна, вообще-то говоря, наука экономика, а также, как и физика, большинство инженеров прекрасно обходятся, без физики ничего, никак бы не знают, все в компьютере заложено, вот, ну, прежде всего, потому что интересно, надо разобраться, как в этом мире вообще все происходит, не впадая ни в коем случае в циентизм, то есть не подражая наукам, которые изучают природу неживую, вот, отличие, или в биологию, которая тоже изучает природу живую, но природу немыслящую и недействующую, вот этот есть Нобелевский лауреат знаменитый, Конрад Лоренц, да, который изучал все время обезьян, наверное, он в этом деле, я нисколько не сомневаюсь, величайший ученый, но когда он стал это все пытаться применить человеческой деятельности, ну, что тут, руками разведешь и все, человек от природы обладает и получает разум, то есть, собственно говоря, какое право у человека есть, только одно право выбора, никаких у него прав, других нет, если это вообще можно называть правом, это может быть даже не право, а как бы свойство такое, вот, человек это может, животные никакого выбора не делают, они действуют инстинктивно, вот, Павлов, физиолог, это все очень хорошо, как бы, определил, а человек на раздражитель один и тот же может реагировать по-разному, вот, у него разные цели, он может цель ставить, он средства ищет, а животные, это программа, то есть, для искусственного интеллекта, это вот поведение животных, искусственный интеллект никогда не будет, потому он и искусственный, обладать тем, что мы называем право выбора, да, ему можно там доложить алгоритмы, что это есть плохо, это есть хорошо, вот, и он по этим алгоритмам тоже будет действовать, но это опять программирование, человек имеет разум, он не программит, даже самый тупой, он не программируется, но зато им можно манипулировать, тут опять там либо он нужен, то есть, ну как так, вот говорит, разумный человек, ну как ты мог вот такое вот сделать, да, вот такое решение, принял, это все 100 рублей убытков каждый день, а вот он так вот поступил, ну вот, что-то делать, вот это и есть про аксиологию, мы не знаем, поэтому и цены, вот так вот, говорят, рынок определяет цены, рынок, ни сущность, ни сущность, он ничего не определяет, вот, определяют все люди, и каждый может выйти со своей ценой, совершенно, и у меня могут быть соображения, а почему я должен выставлять такую цену, как выставляют все, наоборот, маркетологи, не зная науки, это давно сказали, ребята, только они как все, вы должны отличаться, уникальное предложение, вот, вот и хотя бы ценой отличайся, если больше нечем, вот, так что, вот эти вот кривые, с их точками равновесия, конечно, это, как общая иллюстрация, интересно, но это не наука, а наука, это проксиология, которая говорит, как человек, вот, будет делать эти, вернее, как он и не говорит, потому что, это уже за пределами проксиологии, говорит, что человек это все делает, вот, и поэтому мы изучаем его, его деятельность, и, казалось бы, вот, всего-то два слова, вокруг него нужны сотни томов, потому что, отсюда потом идет и обмен, отсюда идет, как средство обмена возникает, отсюда проценты, отсюда цепочка производства, отсюда, как бы изучение источников, заемные средства. В общем, дальше вот все пошло. Но это изучать, если мы будем отдельно, вот процент по кредиту. Ну, давайте вот изучать. Вот сейчас мы с вами говорили о кризисе. Вот он еще усиливается, еще там пару банков в Америке прекратили свое существование. ФРС увеличила ставку на целых 0,75%. И вот аналитики там их огромная пропасть. Сейчас думают, что ж теперь из этого будет. Об этом как бы глубоко думают. Ну, может быть. Мы можем ответить точно только разные могут быть последствия. Но в целом, поскольку есть система с частичным резервированием, возникшей определенным образом, неминуемо приводит к кризису. Долго ли она может существовать? Да, может долго существовать. Вот особенно в Соединенных Штатах, потому что они при всем при том имеют большой запас золотой. Кстати, говорит, если говорить о стране-агрессоре, да, вот сейчас там Пригожин хочет сбежать. Почему? Мы же, ведь во многом, благодаря именно ему с его вот этой вот, прости господи, шайкой, да, золотой запас России очень сильно увеличился. Он гораздо больше, чем было Советского Союза. Они же там где-то в Судане или где-то там с золотыми рудниками там крышуют их. В Центральной Африканской Республики. Да, Центральной Африканской Республики, да, ну, где-то вот там. Поэтому вот оказывается как бы как. Конечно, когда у страны, как говорилось в известном фильме, если у пана атамана намазала золотого запасу, то хлопцы разбегаются в разные стороны и меняют уже пулемет на красные штаны. Вот поэтому скоро ли развалится ФРС? Не скоро. Еще может она этим заниматься и ресурсы там как бы достаточно. Но это кризис. Кризис перманентный. Вот. Он будет проявляться прежде всего через банки, потому что банки зависимы от ФРС. ФРС фактически они уже давно перестали быть какими-то частными организациями, потому что дадут вам кредит или не дадут. Вот весь вопрос, да. Даже если банк работает более-менее честно, то сама идея с частичным а иногда нулевым резервированием состоит в том, что надо деньги собрать и куда-то эти деньги отправить, да. Вот. Их отправили, а потом кто-то кредит не вернул. Здесь абсолютно честная работа. И все. Кризис платежеспособности. Обращаемся в ФРС. Подбросите деньжат. Они говорят, нет, мы вам не дадим. Вот. Раньше говорили, вы нарушаете нормативы. Сейчас и это не говорят. Вот просто не дадим и все. Значит, там нормативы придумали. То есть тоже вот технология финансовая интересная. Много там показателей сидят, считают, есть чем заниматься. Но сейчас уже эти все нормативы тоже практически будут игнорироваться, потому что ну просто не дадим и все, потому что мы его не хотим вам давать. Вот. То есть, а как человек такое решение принимает? Какие у него планы и почему он вот так вот решил? Ну вот у него такая цель, чтобы в Америке осталось пять крупных банков. И, кстати, везде во времена нашего предыдущего президента Симачолова и Гайтмена ликвидировали очень много банков, хотели сделать хорошее дело. Но в основном залезли в карман предприятиям, юридическим лицам, они потеряли деньги. Немножко физическим, мы об этом тоже говорили, физическим частично вернули. А деньги через фонд гарантирования. Вот такая у них оказывается цель. Тогда нам понятно. А почему у вас такая цель? Тоже можно понимать. И тогда мы говорим, да, кризис будет, кризис идет постоянно, чтобы произошел полный крах, ну, где-то в отдаленной перспективе, вот, он, наверное, будет. Вот, если к тому времени вот эти вот стейкхолдеры, как они сейчас себе не называют, не соберутся где-нибудь там на каком-нибудь острове, вот, и скажут, ну, все, ребята, поигрались в это дело, давайте заканчивать. Это ж неоднократно уже было, почему был Бреттен Вуд, потом, и все прочее. потому, когда вы видели, дело пахнет, как бы, нехорошими вещами, вот, им не нужно для того, чтобы это все принимать, сильно знать экономическую теорию, хотя я полагаю, что среди них кое-кто все-таки миссисы читал, и Хайека тоже, теория финансовых кризисов, потому, что люди почуяли очень, как бы, хорошо ситуацию, ну, а пока кризис будет, но катастрофа, я и катастрофического ничего, ничего не не вижу, здесь вот тоже, если про Украину, то переведите, тоже есть, чисто про хсиологические мысли, вот что будет, когда, дай бог, эта война все-таки закончится, это отдельный вопрос, что там сейчас как бы происходит, и как это, воюет, но нужно закончить, я прекрасно понимаю, европейский банк, реконструкция, развитие, лишь какая-нибудь еще эта контора, выделит финансирование, финансирование, это пойдет частично в госбюджет, частично в местные бюджеты, и оттуда будут проводиться тендеры, и выдаваться заказы, в основном иностранным фирмам, отечественные пойдут на суд подряд, вот так будет, жилье восстановят, но это не будет тот путь, который мы бы с вами, наверное, хотели, и который был бы, наверное, более правильный, почему? Он более правильный с точки зрения чего? Вот тот, о котором мы с вами неоднократно говорим, с точки зрения чего? С точки зрения того, чтобы увеличивалось богатство, да, либерализм, это прежде всего о том, как сделать вот, ну, потребе слово богатство, хотя не очень понятно, что это значит, вот, чтобы богатство, вот, а им зачем? Им это не надо, у них совершенно другие свои представления, им что нужно? Им нужно заказы своим фирмам, вот они, своим фирмам будут давать заказы, бизнесу гораздо легче работать на бюджетных деньгах, вот, в этом свободный рынок, кто в нем заинтересован? Это потребитель, потребитель на что влияет? И понимает ли он, на что влияет? А те, которые крупные бизнесы, им совершенно это не нужно, и они этого и не допустят, и поэтому понятно, как это произойдет. Поэтому, если мы хотим какие-то реформы, то мы должны сегодня предлагать те реформы, которые вот эти современные статисты готовы воспринять, потому что многие они будут не воспринять. Иначе, это мы только друг другу рассказываем. Ну, это интересно, но на практике нереализуемо. Поэтому, мне кажется, лучше теорию углублять, чем вот придумывать. То, что все равно не будет реализовано в этих условиях. Ну, к сожалению, даже практически реформы вряд ли будут реализованы. Просто у меня есть большой опыт 2014 года, когда большим коллективом людей было сформулировано, причем достаточно такая согласованная со всех сторон целый комплекс реформ, там 147 реформ в самых разных, в разных отраслях, достаточные татистки, которые были приняты Порошенко перед выборами, даже и после выборов. Ну, и потом все это было честно похерено, потому что оно никак с практиологической точки зрения не было интересно. Интереснее было оставить два банка под себя и качать деньги, давать деньги в долг бюджету и забирать их из бюджета опять себе с прибылью. Ну, потому что так это работает. Поэтому... Это да, и тем не менее кое-что им делать придется. Вот, это тоже как бы понятно. Поэтому я, причем вот те первый пакет реформ, который вы готовили, я не сомневаюсь, что некоторые из них со временем, не думаю, что это будут в ближайшие несколько лет, реализованы, будут. Вот, как мы же помним, как, когда Леонид Данилович Кучма стал премьер-министром с особыми полномочиями, было принято несколько декретов, и все-таки от чисто коммунистической системы, которая могла бы при Кравчуге еще продолжаться, там, лет 15, он бы спокойненько там бы сидел. Все-таки они как бы двинулись, вот, поэтому хотя бы свободное ценообразование появилось, 750-е постановление было кабинетом по-моему, вот, все, очень узкий круг остался, где цены были регулируемыми, то есть пришлось это сделать, пришлось провести, отказаться от этой налога на фонд потребления, вы помните, пришлось вводить все-таки как бы гривню, прекратить сельскому хозяйству просто так комиссованные деньги, бросать и держать цены на палубно-мастыльные материалы, вот, так что, конечно, какие-то вещи придется делать, но для этого, конечно, нужно, чтобы, вот, если мы сейчас вспомним Эргарда, Патенауэра, то есть это должны быть личности такого уровня, который, во-первых, это тоже вообще вопрос интереса человека, вот, чего ради, вот, Эргард с Эденауэром хотели, чтобы лучше стала жизнь немецкого народа, который, вообще-то говоря, надо было бы как следует наказать, вот, а они хотели сделать, что они с этого получили, хорошего, по-моему, ни тот, ни другой, как бы, судьба в известной мере трагическое, я так это рассматриваю, но, вот, у этого были их цели, и они эти цели могли реализовывать, у них был характер, вот, такие личности могут появляться, в условиях, кстати, демократии не бы появились, ни тот, ни другой, собственно говоря, не были, как бы, избраны, но это же потом, сначала просто их американцы, хорошо, что там командующий оккупационными войсками оказался разумный человек, генерал, хорошо, что маршал был тоже генерал, главным, как бы, по вопросам экономики оказался в штатах, и вот появились такие вот ребята, на них пальцем показали, они это все провели до тех пор, пока демократы их, как бы, не спихнули в конечном итоге, вот, демократия страшная вещь, ну, это мы уже обсуждали, что демократия не звернутый бог, и, но других вариантов пока никто не принялся. Пока не будет, да, пока не будет, я даже не вижу возможности ее хоть как-то улучшить, тут вот, разные предлагают идеи, там, хоп, там написал человек, как бы, вот это, вряд ли это сегодня вот реализовано будет, исходя из того, что цели тех, кто сегодня благодаря этой системе руководит, они руководствуются своими целями и свои средства выбирают, что они будут наши цели реализовывать, наши они не будут реализовывать, не стоили реализовывать. И тут можно Либона опять же вспомнить, который тоже писал о том, что во время демократии к власти приходят, даже таланты гений не составляют серьезных условий успеха, самое главное это обаяние, то есть возможность пристать перед избирателями, не возбуждая никаких оспариваний. Ну и дальше он долго рассуждает, и приходит к выводу, что поступая так, избиратели получают на время иллюзию власти над тем, кому они собственно подчиняются. Ну то есть вопросы демократии у Либона там большой раздел, конечно. Позитив внести в нашем разговоре, а то, что у нас получается, ничего сделать нельзя. Это нет, ну что, позитивно, с другой стороны политтехнологии знают, как использовать и приводить к власти людей, за кого им заплатят. Опять же, вопрос в тенегах, потому что кто заплатит за весь банкет. В том, что и проблема с гибератерианцем, что за нас никто денег не заплатит. Даже если вдруг мы придумаем партию украинских буржуазных националистов и решим прийти к власти. Бизнес не очень заинтересован в этих идеях. Даже средний, даже малый. То уже говорить как бы о тем, кто будем интеллигентно называть стейкхолдерами, не олигархами. А у них свои цели. Вот такой вот период. Поэтому можно предположить примерно сколько он будет продолжаться. Но еще достаточное время он будет продолжаться. Поэтому главное, с чем надо бороться, мне кажется, это бороться с идеями социализма, с идеями равенства. Вот тогда постепенно можно будет двигаться к чему-то другому. Потому что убедить кого-то сегодня, что вот давайте мы ограничим функции государства, я уже не говорю о других более радикальных вещей. Люди шарапаются от таких идей. И если Либона почитать, понятно почему. Это не значит, что эти идеи не надо развивать. Их надо развивать. Либон был, кстати говоря, в глубоком одиночестве. И сейчас многим не нравится. Даже по моим скромным виду всегда появляется ряд людей, которые всякие гадости пишут. о Либоне и обо мне в том числе. Вот такие вот расисты. Вообще нехорошие люди. И кто-то нам там платит большие деньги. И кто не платит. Мы даже с поперечником в одном из интервью обсуждали почему его коллеги крупные предприниматели не хотят снижения налогов. Они даже не хотят об этом вообще в принципе разговаривать. А с Чернышем как раз прошлое вот у последнее видео на канале. И там Чернышев в общем-то правильно говорит о том, что предприниматели не хотят свободного рынка, потому что они будут самыми несчастными людьми на этом рынке. Потому что рынком будет править потребитель. Никто не сможет помочь предпринимателю. Нельзя будет зайти в кабинет. Тогда надо будет проявлять предпринимательские качества. А сейчас можно их особенно не проявлять. Надо найти тему оседлать ее. А лучше найти доступ к бюджетным деньгам. Это тоже определенный элемент предприимчивости. Но это предприимчивость не направленная на решение рыночных проблем. Это понятно совершенно. Потребитель не понимает, надо ему образовывать. А как его образовывать, когда у нас в образовании сидят леваки и так далее. Поэтому что же делать? Такая судьба у тех, кто борется за истину. Это было всегда. В частности раз мы начали в первую очередь касалась абструкция со всех сторон. И до сих пор уже казалось бы простите уже человека. Столько лет он уже пребывает в иных совершенно местах. Вот нет. И сейчас до сих пор он не нравится. Поэтому что же делать? Мы избрали такой путь наши ценности, наши цели в этом. Другое дело, что свои цели тоже нам надо как-то конкретизировать. Какое-то количество людей, мыслящих в одном направлении, может быть, не единомышленников, но в Украине есть, и это очень неприятно. В других местах вообще их нет. И тех, которые еще могут хотя бы из трех слов связать какую-то мысль связанную. Потому что есть люди, которые вроде бы идею поддерживают, но не их конек излагать мысли. Мы что-то можем. Поэтому будем продолжать эту линию. Я думаю, это будет правильно. И всех я бы хотел призвать к тому, что мы больше сейчас обращали внимание на многие научные вопросы. Нет, как говорится, куда без добра, поскольку пока к практике мы особенно недопущены. У нас есть возможность серьезно позаниматься теорией, потому что если придется заниматься практикой, то тогда уже будет некогда заниматься теорией. Мы будем все время натыкаться на то проблемы, что мы не знаем, как поступить. И поступаем просто как обыкновенный манипулятор. Или как сектанты, которые выучили три каких-то принципа. они за эти принципы готовы идти на всякие нехорошие дела. жизни так нельзя поступать. Надо гипотик. Ну в физике или в математике проще. Там есть четкое разделение на теоретическую физику, на физику твердого тела, физику. Ну просто я изучал, учился на физическом факультете, на физико-техническом. Поэтому мы учили сначала долго теоретическую физику, а потом уже приступали к каким-то практическим. Например, сапромат для физики это была страшная наука, как и экономика. Потому что там то, которое преподают в институтах, потому что там никакие размерности не лезут, там это нельзя проверить привычными инструментами физика, там не работает математика, и нужно просто запоминать и идти куда-то вдаль. Это всегда угнетало очень сильно на самом деле. Но в экономике теоретической науки как таковой уже не существует фундаментальной. То есть есть, конечно, проксиология, но и мало кто занимается. И нет мостика. И опять же, самое главное, что нет мостика, как физики, там в математике, там в теоретической физике, есть мостик через прикладные науки, которые приходят к инженерам. Это все совершенно четко с темой. В экономике этого нет. Считают австрийцы маргиналами, никакого отношения к экономике не имеют, и вообще это не наука, хотя на самом деле все происходит даже наоборот. И тут еще непаханное поле работы именно по созданию доказательства, что это наука, по созданию промежуточных этих этапов, которые приведут к технологии от настоящей науки. Ну вот начинается с предмета, то есть у науки должен быть предмет. Когда мы говорим так, как писал Мирис, он четко объясняет, что мы изучаем. Мы изучаем деятельность человека, human actions, действует только человек. Человек обладает разумом, и он соответственно единственное существо на этой планете, которое может ставить цели, а не инстинктивно действовать и выбирать под эти цели средства, а потом дальше мы развиваем это все динамически идет в процессе. Это не так он сел и думает, ну вот у меня цель такая, это в институте линейного программирования задачки на оптимизации. Вот давайте как нам нужно перевести из точки А в точки Б, столько груза, каким маршрутом лучше ехать, давайте тут такие есть вагоны, такие вот, давайте выберем оптимисты, так не бывает. В жизни все меняется, и все как бы надо и цели средства меняются, и все средства мы не знаем. Здесь Хаек говорил о том, что знание рассеяно, причем знание это то, что мы называли опыт в моей молодости, то есть знание, которое даже артикулировать человек не может. Вот он делает, у него получается, объясни, как у тебя получается, все смотрят, ничего не понимают. Не мышь объясни, не артикулируемое знание, вот оно рассеянное, вот такое мы изучаем вот этот предмет, а что изучает экономикс, кривые спроса и предложения. Пожалуйста, деятельность государственных институтов, так кто там институтный человек, там люди сидят, вот поэтому надо их деятельность тоже изучать. Вот, вот когда мы определяем предмет таким образом, мы понимаем, что наука является то, что этим изучают. Это были не только вот эти австрийцы, были и другие, которые тоже как бы сюда вносили определенный вклад, они между собой спорили, как Ротборд спорил с Мизисом и с Хаеком, это вообще как бы, да, это нормальная дискуссия, вот нормальная дискуссия, лучший ученик Мизиса, Мизис очень его любил, насколько я могу доверять Медалью Кюльцману в его книге, но жалел, что он вот увлекся социологическими вопросами, вместо того, чтобы дальше двигать науку. Не получилось, но вот и дальше, как оказалось, что вот даже те, которые пользу шли там Десота, он очень много сделал, но в основном моем представлении как популяризатор, как разъяснитель, вот, может просто не все мы его труды знаем, самый загадочный и, конечно, экономист это Кирция. Очень мало его трудов перевели, писал он на английском, вот, очень трудно, причем это же он не просто он теолог, да, он то, что называется Большой Равин, то есть он, но у него труды есть и в этом направлении, вот, ну, у нас почти ничего не переведено, поэтому мы, кроме вот этой вот его книги о предпринимательстве при конкуренции, по-моему, тоже никто лучше не написал, вот на эту тему, нужно дальше ее развивать, нужно, вот, потому что появились новые факты, а идеи все правильно заложены, но, к сожалению, мы не можем вот, как бы, вот, к этому пока приблизиться. Труды современных, но я не знаю, то, что вот Институт Катона, там, вот этот самый Том Фальмер и так далее, вот, я когда только пытался разобраться в этих вопросах, я там читал все подряд, вот, ну, понял, что все подряд читать, как бы, не очень хорошо, в жизни коротка, вот, времени мало, нет, конечно, Институт Катона каких-то, он занимался формулированием каких-то принципов, достаточно умозрительных, и наукой серьезной, как бы, они не занимались, хотя они, тоже, в общем-то говоря, полезны были, молодежь приучали к идеям свободы, и так далее, это уж хорошая идея. Да, вообще, если говорить об экономиксе и людях, которые из судографики, что-то я всегда вспоминаю, в Древнем Риме был такой известный шаман, он астролог, который одному из римских императоров сказал, что для того, чтобы победить войне в Восточной Европе, нужно в Дунай сбросить двух львов, и тогда ты победишь в битве. Двух львов утопили в Дунае, но битву проиграли. Ну и при этом у шамана ничего не произошло. Александр все равно остался при дворе любимым предсказателем и продолжал предсказывать и дальше. Просто он смог объяснить, почему он не сработал. Поэтому так и экономисты, они, собственно, могут рисовать кривые, которые не совпадают, но они всегда смогут объяснить, почему же оно не сработало. Объяснить прошлое всегда очень просто. Известная шутка на этот счет, что нужно потом уметь объяснить. Хороший экономист объясняет, почему его прогнозы не сбылись. Очень научно. Поэтому мы советов не даем, мы прогнозов не делаем, мы говорим о законах, как это будет, а что конкретно произойдет, почему невозможно это вопрос научный, он состоит в том, что цели постоянно меняются, действует огромное количество людей, знания рассеяны. Мы не знаем, если бы это была биология, там понятно, там уколол кошку иголкой, она побежала, вскрикнула и все. А тут так не получается, вот думали, ага, вот сейчас мы ставку повысим, вот сейчас у нас как произойдет теперь увеличение вкладов, оно не происходит, вот, так что не всегда это все так вот происходит, потому что это люди, у них свои цели, они действуют по-разному, и вот так вот дерганием за веревочки не получается, хотя, как бы, что называется, по закону больших чисел, где-то, конечно, эти методы тенцианские, они частично срабатывают, вот, но никогда не получалось еще так, как они хотели, это уже по закону Черномырдина, да, хотели как лучше, а получается, как всегда, да, вот, вот, как бы, задача наша и состоит в том, что мы знаем тенденции, знаем правила, но мы не можем предсказать поведение конкретных людей, но тенденцию мы хорошо понимаем, если вы хотите строить финансовую систему без резервирования и все собранные деньги на депозиты до востребования, то есть, фактически, на текущие счета раздавать кому-то, а лучше брать себе на свои фирмы перегонять, так, в конечном придет момент такой, что те, кто положили деньги в ваши банки, они окажутся без ничего, тут может прийти на помощь центральный банк, а может не прийти, вот, тогда вы должны иметь с ними хорошие отношения, по-настоящему, вот, в этом смысле, в этом смысле все просто, но лучше так, так не делать, другое дело, что эту систему не поломаешь в раз, вот мне иногда спрашивают, вот вы против этого, а что вы предложите, что вот делать сейчас, во-первых, кому предлагать, никто слушать не собирается, а во-вторых, если не дай бог, реализовались бы вот эти вот идеи, отменить бы, сказать бы, все, пожалуйста, мы никак не регулируем, вы хотите без резервирования работаете, хотите с резервированием работаете, но имейте в виду, если вы деньги не вернете вкладчикам, ну, в древние времена, которые мы сегодня рассуждали, там приходилось себя в рабство отдавать, то есть, нормальная система вообще, говоря про рабство, если человек деньги вернуть не может, можешь, конечно, его в тюрьму посадить, но этого никому легче не будет, нет, извини меня, иди теперь в рабство и работай, срок рабства по Святому Писанию 50 лет должен быть минимум, 50-й год юбилейный, 50-й год тебе нужно было отпускать, но за 50 лет вот работаешь, вот, а у вас там целая, как бы, как говорится, братская могила со владельцем, вот и будете бахать теперь на другого, нужно для этого специальные законы, не нужно никаких законов, вот, но можно ли это сейчас сделать, как говорится, съест, там съест, потому что мудак там, вот, поэтому понятно, что это мы, как бы, не допустим, но объяснять и говорить людям, об этом нужно, вот, об этом нужно, поэтому, вот, тоже этот вопрос, как бы, тоже называется верховенство права, непонятно, что это такое, должен быть справедливый суд, как мы говорим, дальше мы выходим на всякие вот эти вот рассуждения, о том, как, какой это должен быть суд, и как, это я сейчас не буду тут, как бы, рассуждать, об этом надо говорить, и не надо, в моем представлении, ни в коем случае не впадать в другую крайность, что мы точно знаем, как это будет, мы не знаем, как это будет, мы можем делать разные предложения, вот, и потом увидеть, как это будет, смотреть, историю, вот, и разные писания людей, которые в те времена удалые жили, и были тоже несколько голубые, наверное, как может быть сегодня кажется, но смартфонов у них не было, да, так, они же, в общем-то говоря, создавали великие цивилизации, это надо иметь в виду, вот, поэтому разные могут быть, да, поэтому, если ты не вернул то, что ты взял, ты должен найти у рабства и отрабатывать это физически, вот, а у нас это дело как бы отменили, давайте мы его расстреляем или пожизненно в тюрьму посадим, но какая мне польза с того, чтобы теперь, как бы, человека в тюрьму посадить пожизненно или еще не проведить, господи, убить, никакой, пусть работает, и тогда эта система начнет потихоньку налаживаться, но все же начинается с мозгов, с мозгов, вот, поэтому мы понимаем, что да, что должно быть так, а, говорят, тогда же, получается, не будут деньги печатать, это же теперь нельзя будет наши проекты гениальные реализовывать, да, наши проекты гениальные реализовывать нельзя будет, да, Крымский мост построить в ромном удачном этой разочности, просто потому, что рисован на и деньги и многое другое абсолютно бесполезное, как говорится, нужно то, на что есть средства, а если средства на это нет, это построено мошенническим путем, вот, то понятно, значит, это реализовывать на сегодняшний день и не нужно, это понимают в семье, все, если там всего 4 человека, все говорит, нет, сегодня пока мы это тебе не можем, у нас, сегодня у нас нет денег, а я хочу, а вы пойдите где-то возьмите, ну вот, как бы, можно так объяснить, можно глупо объяснять, поэтому, финансовый кризис ведет, мы еще раз можем себя только похвалить, правильно, все как бы оценили, катастрофы не видно, но, будет это происходить постоянно, и, наверное, даже, участиться, в Соединенных Штатах будет меньше всего проблем, вот, потому что они могут еще достаточно долго вот это все рисовать и рисовать, а вот у тех стран, где нету ничего, вот, как у того пана атамана, вот, грецко-атаврического, да, вспомнил, тогда придется разбегаться в разные стороны, вот, и тут, конечно, те, кто туда деньги вкладывал, им окажется, как бы, вот, нехорошо, поэтому, можно, только сказать, одну жизнь, дальше будет тяжелая, и общее положение будет для основной массы людей ухудшаться, но это не потому, что надо выравнивать теперь неравенство, а это потому, что нужно просто переходить на то, что называлось во времена Горбачева экономические методы управления, да, то есть, сходите с теорией экономической, ну, кстати, Роберт был большим сторонником и предлагал рабство, в частности, за убийство, он считал, что нужно отдавать человека историю. Так я понимаю, откуда он это взял, нет вопроса, понятно, откуда он это взял, все это написано, вот, правильно, значит, у него хватило смелости ученого, вот эти вот вещи, совершенно очевидно, взять и сказать, да, то есть, кто его в этом смысле поддержал, особенно, о, рабовладелец, проклятый, не значит, что я должен человека теперь в кандалы заковать, также должны быть правила обращения с ним, но он же должен отработать, или как по-другому, вот, или он чего-то хочет, как бы, получить, поэтому, те удалые времена, из которых Роберт, я понимаю, чей формы, детей иногда отдавали в рабство, что это значит, то есть, науку отдавали, в обучение, да, в семье 12 детей, да, прокормить их невозможно, они либо не доживут, либо говорят, а вот, там вот нужен человек сегодня, у нас, вот тут вот не хватает, либо девочек, не хватает, либо мальчиков, вот, пожалуйста, возьмем твоего, возьмем, пожалуйста, он будет у нас жить, у нас будет работать, вот это называлось раб, потому что, вот эти, как бы, коммуняки и прочие социалисты, они представили рабство в совершенно искаженном виде, они взяли уровень издевательства над крепостными в Российской империи, мало общего имели с тем, как это было организовано, скажем так, в нормальных странах, где нормальному человеку не приходило бы в голову издеваться над своим рабом, даже чисто прагматически, но плюс он всегда во что-то верил, и знал, что есть правила, как надо относиться, нормальная совершенно, как бы, система, сейчас попробуй, внедри, запишут, не знаю уже в кого, да, еще записать в фашисты, еще будет хорошо, если фашист там, как бы, там, 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 скажем, что ты предлагаешь, но это все, все в мире Ротбах, это не мы. Это не мы. Это он, американец, и вообще все претензии туда, на проклятый Запад, мы вообще белый, светлый, пушистый, мы такое не предлагаем, мы просто повторяем за другими людьми. Кстати, у нас есть первый вопрос из всех наших стримов, вам есть вопрос. Да. Пытание до гостя. Коли говорят про податок на продаж, завжды згадывают про каскадный эффект накоплення податку по всему ланцюгу вырубництва. Каскадный эффект, це така сама дурня, як микроэкономика, хотя дали в питание, згадав не каскадный эффект, а эффект мультипликатор. Хотя мне кажется, тут как-то навернули в терминологии этот эффект был как бы замечен где-то лет 150 назад. Это же как бы не сегодня, у меня есть вот труды еще, которые написаны на вот том вот русском дореформенном языке с ятями и так далее. Есть такая у меня книжка Алексея, по-моему, профессора. Это все как бы исследовано, правильно называть каскадный эффект. Это, в общем-то, мультипликатор-то немножко другой. Насчет дурня, я не знаю, конечно, это дурня, потому что, ну, представьте себе, товар, я бы его продавал, как бы вот, тут вот, давай в двух словах попытаюсь объяснить. Вот, нет никаких налогов, и теперь вводится налог с продаж 5%, 5%, или пусть так, что, как говорит Балашов, налог с покупок 5%. Вот есть что, теперь налог это 5%. Я сижу и думаю, вот, елки-палки, что мне сделать? Повысить мне вообще на 5% или не повысить? Я же не знаю, как поступят мои коллеги. Ну, вначале я предполагаю, что, наверное, повысят все. Думаю, дай-ка и я повысь. Нет, те они повысят. Теперь дальше встает вопрос, что я производил. Если я произвожу какой-то сырьевой товар, допустим, там, там, да, вот, которому, да, конечного, как бы, потребления еще очень давно делаю какой-то по заказу автомобильных заводов, какую-то там, как бы, запчасть, если у меня хорошие токарные станки, вот я сделаю. И теперь у меня он стал на 5% дороже. Те, которые у меня покупали, говорят, ну, слушай, мужик, я не понял, ты нам вот теперь продавать собираешься дороже, на 5%, да, значит, у нас теперь затраты вырастут, нам же как теперь поступить, нам надо либо теперь прибыли лишиться, либо нам снова нужно цены повышать. А они сидят и, как бы, думают, ну, ладно, мы анаполисты давно хотели повысить цены, а тут теперь такая лафа, государство повысило налоги, ну, теперь мы всем будем объяснять, что мы вообще тут не про чем, и мы повысим на 5%. Но они же производили тоже не автомобили, они производят, допустим, там какой-то узел, дай, да, не всю коробку передать. И вот так вот оно шло-шло, потом, когда дошло до конечного потребителя, конечного производителя, производящего конечного продукта, что ему сделать с вот этими пятью процентами, которые уже превратились в 25 показателей. Он может сказать, ну, что, ситуация сегодня как бы на рынке тяжелая, цены повышать не буду, у меня будет меньше прибыли, ну, и ладно, будет меньше прибыли. А может, скажешь, мы не знаем, как он поступит, вот тут нет, мы не можем сказать, повысят цены или не повысят, как мы увидим, но в любом случае налог распродаж проявится крайне негативно, потому что он будет либо съедать прибыль, либо будет увеличивать цену. Если принцип будет покупаешь, платишь, то, в принципе, тоже разницы нет. Если я покупаю не товар, ну, в магазине я покупаю товар, да, как вот в Америке, в некоторых штатах этот налог существует. Там ценник один, а на кассу приходишь, там тебя берут, там, наверное, на три доллара больше, да. Ну, конечно, я могу сказать, что эти три доллара, это вообще не цена товара, это я плачу там на то, чтобы Америка была великая, но могу сказать так, раз скажу два, об этом и скажу, да нет, что это такое, я же, затраты-то от этого растут, значит, все-таки цена выросла на три процента, да, вот, потом, а если бы его не было, то цены станут дешевле, не факт, совершенно не значит, что если этот налог отменен, я потом, как продавец, скорее снижу цены на пять процентов, или на три, с какой-нибудь, я не буду снижать, я буду посмотреть, как поступят мои, как бы, люди, поэтому, как это приведет в конечном итоге, как бы, к цене, мы и не знаем, поэтому каскадный эффект этот может быть сначала и незаметен, но он через какое-то количество времени, ну, там есть люди всякими, это уже не наука, как бы, а математика считают, через полгода, говорит, все увидят, потому что придется искать ответы на вопрос, у всех затраты выросли, в этом смысле НДС такого эффекта не имеет, вот, НДС не включается в затраты, но в НДС есть другая проблема колоссальная, особенно в той совершенно дикой системе имени Ясенюка и Детманцева, да, с этим, ну, еще Язаровов, который первый придумал налоговую накладную, еще надо было задуматься на налог ввести накладную, то есть, тогда все поняли, кто-то же был совсем тупой, что налог это товар такой, надо торговать, ну, вообще, НДС-то устраивает очень многих, не всех, поэтому, вот, ну, задумка была, когда его, как бы, уводили, вот, такая, чтобы уйти от налога с продаж, именно, налог на прибыль трудно считать, потому что, там, это бук учет, там, это все, попробуй разберись, а налог в продажках хорошо, но каскадный эффект, от него отказали все, вот, в Америке он существует только на конечной стадии, только один раз его платят, и то почти, ну, я не знаю, что он думает, что большинство штатов его не ввели, вот, некоторых другом, ничего хорошего в этом нет, то есть, и теория, и практика об этом говорит, вот, вот, я не знаю, ответил ли я на этот вопрос, дурня, это в том смысле, что да, лучше его не вводить, вот, а по поводу макроэкономик, это при чем, но это при том, наверное, что такой науки, как макроэкономика, не существует, макроэкономика, это изучение, поведение, государственных учреждений, но государственные учреждения, никак себя не ведут, ведут себя люди, которые там сидят, поэтому нет такой науки макроэкономика, это изобретение, вот, экономикса и так далее, мы изучаем человеческую деятельность, где бы этот человек не сидел, вот, и поэтому, ну, ведут всегда люди, не всегда, как бы, хорошо. Ну, в Штатах, кстати, налог на последнюю продажу, практически во всех Штатах, там, несколько Штатов только его не имеют, но интересно, что в Штате Нью-Йорк, насколько я помню, его нет, а в городе Нью-Йорк он есть, но это такая, история. Ну, да, у каждой пары, может быть, я не специально этот вопрос, не изучал по количеству, где-то есть, я знаю точно, что есть Штаты, где его нету, вот, ну, ввести его как налог на конечного потребителя, в этом определенная логика есть, да, и можно тут американский патриотизм раздувать, что ты платишь это дяде Сэму, а не просто так, а не Америка, там платится именно, этот налог платится, или там в Штате, там свой... ты платишь за то, что ты живешь в этом штате, ну, там уже хитро, там хитро, если ты покуп... там очень сложно носить. Можно вот это вот, как бы это кодило раздувать, можно, и, наверное, в него некоторые поверят даже, вот, но при всем при том, это будет означать, что все равно я заплатил больше, для меня разве так уж важно, где я заплатил, здесь или там, потом его можно ввести только там, где продажа вот через магазин, а где многочисленные лотки, где вообще не поймешь, кто там что берет, рассчитываются наличными, вот, там такой цифровизации, как у нас, вот, безумные нету в Америке, там поэтому, все ли его платят, попробуй там разберись, поэтому, ввели его, ну, хорошо, ввести его с каждой, на каждой стадии по продажу, да, это каскадный эффект, правильно называть каскадный мультипликатор, это немножко другое, это надо как бы объяснять, но в любом случае, это говорит о том, что затраты увеличиваются, увеличиваются, с каждым годом они начинают расти, и даже если бизнесмен будет стараться не повышать цены, несмотря на рост затрат, что вполне возможно, вполне возможно, потому что, когда мы говорим, рынок цены диктует, все же мне рынок не диктует, я завтра захочу и цену повыше, или захочу пониже, почему я должен смотреть, ну, я посмотрю на соседа, поступлю по-своему, не бывает такого, чтобы на одинаковые товары были одинаковые цены, цены всегда разные, не знаю, ну, буду я немножко меньше прибыли получать, думаю, зато у меня объем продаж увеличивается, за счет эффекта масштаба больше получил, мы не знаем, как поступит бизнесмен, но то, что негативный эффект проявится, это 100%, и достаточно, как бы быстро, где маленький цикл производства, в течение полугода, где цикл производства больше, где изделие изготавливается, там месяцами, там, может быть, на это уйдет пару лет, но это увидим, поэтому это плохой, плохой налог, если так сказать, самый был бы налог такой, что ли, меньше всего влияющий на вопросы продажи, на экономику, практическую экономику предприятия, конечно, налог на прибыль, но у него есть такая сложность, что его трудно считать очень, вот, в современных условиях, когда инфляция, очень, всякие стандарты, бог учета придумывает, там, черт мог упомнить, поэтому, от него он, и он тоже не нравится, потому что с ним манипулируют на всех уровнях, вот, так что сейчас система налоговая в полном кризисе находится, она практически абсурдна, а в Украине она особо абсурдна, равных по абсурдности нету, там, где касается НДС, но в Украине есть единый налог, 3%, вот этот ваш любимый налог, что это там, с продаж, если я работаю только на конечного потребителя, оказываю ему, допустим, консультационные услуги, то есть хороший налог, вот, минимальный, совершенно, никому не обременительный, но если я в цепочке производства, то это, конечно, уже было. налог, опять же, в Штатах налог на продажи привел к тому, что в некоторых Штатах, там, где его нет, оформляли таким образом, то есть человек покупал формально в штате Калифорния, а товар получал в магазине в штате Коннектик, и таким образом уходил. Ну и потом пошла дискуссия, что нужно платить по получению товара, как у нас, налоговую накладную нужно выставлять не по получению денег, а по дате выставления услуг. То есть тут масса вариантов. Это все не наука, это все экономические, технологии, технологии, которые... Это интересно, но как бы, тут хоть, как то кажешь, хоть в Эрд, круч, хоть круч в Эрд, а все равно налоги, все равно это все как бы приводит к искажению экономической деятельности, так сказать. Результатов... Да, так же, как и налог на продажу на все цепочки, если вводить, то это придет к тому, что исчезнут маленькие предприятия. То есть крупные бизнесы скажут, заходите ко мне, не хотите платить налог, я не хочу. Поэтому вы будете моим подразделением, будем расплачиваться внутри. Интервируемые компании, да. Да, мы будем создавать вертикально интегрированную компанию. Если введены на единый налог, начинают делиться. То есть как только вводим налоговую систему, значит мы даем работу людям, которые начинают думать, как этого налога заплатить поменьше. Если даже чистые татистки, то надо думать о том, как меньше тратить, а не как больше собирать. Как говорил Кост Матроскин, известный персонаж мультика, он говорит, меньше пачкаться надо, я не умывался. Некоторые вообще, говорят, языком только. Вот поэтому... Вот и вы тоже старайтесь так, меньше надо тратить. Вот это идея... Начните с этой простой идеи. Мы по партиям за минимизацию затрат. Можно на каждом углу не кричать, что я либерторианец. А я вот говорю, давайте хоть это пока сделаем. Теорию будем разбивать. Тогда мы в перспективе увидим, все в мире меняется, все происходит. Ну что ж, полтора часа мы проговорили, время пролетело незаметно. Да, я думаю, что всем, кто досмотрел до этого места, было тоже интересно. Большое спасибо. Тем, кто досмотрел, большое спасибо, Борисович. И закончим, наверное, фразой Мизиса. Фраза Мизиса мне очень нравится, потому что доктрина может быть ошибочной, даже если все современники... Никто из современников не ставит ее под сомнение. Ну, будем продолжать работать дальше. Тех, кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, и будем встречаться и дальше. Еще раз большое спасибо, Борисович, что уделили полтора часа времени. И сегодня заканчиваем. И до встречи через две недели в среду на этом же месте в это же самое время. Всем спасибо и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok